пока есть время погнали разбираться опять блендер 2 и 8 в этом ролике давайте рассмотрим как установить именно скринкей вот это видимость вот этих вот того что я нажимаю клавиш на находится она вот в этой вкладке сбоку вот он скрин каст кей здесь вот ее настройки и где это все дело скачать и как это все установить погнали заходим в яндекс поисковик и вбиваем скрин каст кей статус дополнение для бленда 2 ссылка сверху вот заходим в нее и открываем вот эту вот ссылку дополнение скрин к скрин каст кей теперь работает блендер 2 и 8 вот здесь такая страница и переходим вот сюда скрин каст кей нажимаем на нее идет загрузка и сейчас перейдем по ней и скачаем именно версию 3.0 она подходит для блендер 2 и 8 279 тоже здесь есть сегодня у меня интернет очень быстрый очень скачет не могу и вот все-таки страница соблаговолила открыться у меня сейчас все здесь переведется вот здесь есть у меня переводчик и он автоматически переводит страницы вот такая выскакивает страница здесь вот можно скачать копировать или скачать нажимаете на эту ссылку левой кнопкой мыши и скачать zip папку это вот подходит для 2.79 она рабочая но нам надо для 2.8 листаем дальше и находим скачать вот здесь вот страница выпуска нажимаем на нее и вот выскакивает версия 3.0 скачиваем вот этот файл нажимаем правой кнопкой мыши скачать ссылку как опять немножко ждем выскакивает окно сохранения zip архив и скачиваем на рабочий стол или в ту папку в которую вам надо все это дело сделано все это можно теперь закрыть и переходим опять же в блендер это я пока тоже закрою находим правка находим настройки переходим в аддоны нажимаем и теперь установить нажимаем система нажимаем допустим где у нас сохранено диск c и находим тот zip папку эту или находим допустим десктоп если у кого она сохранена и вот zip папка и не надо распаковывать нажимаете на zip папку и жмете установить все аддон установлен его теперь нужно найти можно ввести здесь вот в поисковике screencast и вот она выскакивает систем скринкаст кей вы ставите здесь вот так вот галочку нажимаете видимость вот этого аддона и вот он будет работать появляется сразу в боку внизу здесь еще одна вкладка сохранить у меня стоит автоматическое сохранение а если у вас не включен то сохранить настройки нажимаете закрываете вот появилась вот такая вот вкладка в боковой панели вы на нее нажимаете она высвечивается ставите значок screencast key и ставите значок у нас операцию здесь вы можете поставить цвет видимости букв и поставить размер 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 шрифта вот вы нажимаете на любую клавишу вот маленький шрифт вы видите что буква очень маленькая вы нажимаете теперь левую кнопку мыши и тянете вот теперь получается чтобы вы не нажали у вас будет высвечиваться вот здесь вот сочетание клавиш и так далее ну давайте теперь рассмотрим как это работает как можно сделать это теперь забрать да там такой функции нет но есть программа которая поможет это дело тоже повторить и вот мы забрать здесь такой функции я лично не знаю кто знает подскажите поэтому придется скачать одну программку которая поможет именно видеть клавиши которые нажимаются погнали программа называется key post вы ее скачиваете она очень легенькая бесплатная нажимаем ее и вот вы видите что высвечивается вот такое поле и вот теперь можно зайти в the brush и все что мы будем нажимать будет внизу здесь вот высвечиваться нажимая любую клавишу теперь можно именно видеть ее вот здесь вот внизу но будет черная вот эта полоса единственное неудобством возможно если нам нужно допустим нажать shift вы видите что выскакивает надпись shift единство что здесь нету это сочетание клавиш допустим вы жмете shift alt она пишет все это по отдельности сначала shift потом alt вот таким вот образом и буквы уже нормально видно ну и единство что она еще не отображает мышку если вы жмете левой кнопкой мыши правой там зажимаете допустим control и левая кнопка мыши она не не пишет что вы нажали лкм все всем пока до свидания вот такая информация